Девушки отдыхают Девушки отдыхают Многих-многих уголовных дел, которые в последнее время в Кировской области у нас присутствуют И заводятся на чиновников Кроме того, поговорим о статистике по ковиду Буквально ежедневно мы следим за этими новостями И надо сказать, что прирост заболевших ковид-19 у нас, да, ведь цифры подрастают? Цифры подрастают в Кировской области, может быть, это не настолько пока тревожная цифра Но в целом по стране почти 24 тысячи случаев выявлено за, по-моему, предпоследние сутки Вот свежей статистики я еще не видела пока 24 тысячи это очень много Ну вот я знаю по своим каким-то родственным, дружеским связям В последние недели ситуация достаточно остро стоит в южных районах Кировской области Маломышский район, Вятско-Полянский Прямо людей госпитализируют В общем, вся эта такая эпопея невеселая, она продолжается В общем, грозит ли нам? А приближается-то ведь окончание сезона отпусков То есть все приедут сюда, пойдут на работу, будут общаться и разносить заразу И плюс учебный год еще Да, ну и во втором же части еще поговорим, да, тема смежная с началом учебного года Это проезд детей в общественном транспорте И транспортная карта для школьников Транспортные карты Администрация на днях выступила с призывом, с рекомендацией к родителям Заранее позаботиться о том, чтобы с транспортными картами у детей был порядок Чтобы они ездили, передвигались по городу, не было никаких проблем Но в первом части будем обсуждать нового главу администрации Пока исполняющего обязанности Вячеслава Симакова, чего от него ждать Ну, собственно, выбор хорош-нехорош С депутатами городской думы, с общественниками И вот, собственно, один из депутатов Кировской городской думы Юрий Шлеминзон к нам уже присоединяется Юрий Львович, здравствуйте Добрый день Добрый день Ну, слушайте, вот выбор этот, который был сделан Я, честно говоря, даже не знаю, кем он был сделан То ли Александром Соколовым, то ли Еленой Васильевной, то ли депутатами Вы слышали, что Елена Васильевна объявила о том, что она выдвигает кандидатуру На рассмотрение Симакова, Числа Николаевича То есть глава города все-таки, да? Да, конечно Это главный работодатель Глава администрации Юрий Львович, вы, как депутат Кировской городской думы, за кандидатуру Симакова голосовали? Да, я голосовал, да, потому что, зная его по совместной большой работе Знаю, что человек очень ответственный Держит свое слово Очень хорошо контактирует не только с депутатами, а и с жителями Веря на моему территориальному управлению И на других должностях У него хороший контакт с населением Ничего не чурался никогда Активный человек Умеет свою жизненную позицию Поэтому я голосовал за него Закономерный вопрос, почему именно сейчас? Почему не раньше, не на год, не на два? Вот, 20-й год, когда Гордума За месяц до выборов Когда Гордума рассматривал кандидатуру Дмитрия Осипова Вот почему тогда, Вячеславу Николаевичу, не прийти бы на эту арену? А он же, кстати, по-моему, в каких-то... Ну, он принимал участие в конкурсе Но его количество баллов было меньше, чем претендента по фамилии Осипов То есть мы могли бы с Вячеславом Николаевичем... Конкурсная комиссия у нас состоит из двух половин Одна половина губернаторская Да, да, да И тогда голосов Вячеславу Николаевичу не хватило Да Юрий Львович, а вы можете нам процедурно сказать, как вот сейчас будет? То есть Вячеслав Николаевич будет исполнять обязанности главы администрации Ну, понятно, что до выборов До объявления нового конкурса Да, а новый конкурс... Идет новая дума Да, новый конкурс, его обязаны депутаты практически сразу объявить После того, как будет сформирован состав Или это может растянуться на достаточно длительный период? Может растянуться, потому что, еще раз напоминаю, что комиссия двухсоставная В общем, пока формируется комиссия, это все долго, да? Да, конечно Ну, это не раньше октября-ноября В лучшем случае, наверное, не... Не раньше октября, да Слушайте, мы за последние два дня, два-три дня видели много там добрых слов, да? И читали про Вячеслава Симакова Ну, вот вы говорите октябрь Три месяца человеку с хорошим бэкграундом, опытом работы Хватит для того, чтобы как-то к лучшему заметно переменить ситуацию в Кирове или нет? Нет, конечно Я думаю, что нет, надо быть реалистами Есть большие системные проблемы, которые сразу не решишь Ну, давайте о них поговорим, о этих проблемах системных С чего свой путь... В глобальном масштабе... С чего свой путь надо начать? Ну, первое, с контрактов и системы уборки нашего города Подготовка к очередному залповому падению снега Внезапному? У нас же есть новое определение Залповый дочь, залповый снег, залповый град Но это, правда, в связи с климатическими изменениями Это достаточно такая серьезная проблема Не только для города Кирова Мы в последнее время видим города Ну, пробуем, если посмотреть Которые там и суперливневую канализацию имеют И все остальные службы работают Все равно они плывут, заливают Есть такая проблема тоже Не надо ее сбрасывать счетов А тем более у нас проблема С отводом всяких вод и снегов Усугубленная в нашем городе Большая проблема по работе с подрядчиками Чтобы они могли и верить технику, силы И желание выполнять эти работы Ну, так или иначе, Вячеславу Николаевичу, наверное, приходилось решать эти вопросы У себя там, в границах района Первомайского Ну, нет, нет, это как раз были не его проблемы Он мог только контролировать все эти выполнения задач Это были проблемы городской администрации, на самом деле Это ему не подчинялось Давно это утерял стиральник управления И забрали Но он ее знает, проблему неплохо Так что, я думаю, должны пойти изменения Это единственные, я думаю, изменения, которые будут проходить Как в командном составе Или в других плоскостях, связанных с уборкой города Наверное, это первоочередная задача, которую будет решать Слав Николаевич Ну, и тут параллельно, естественно, начало нового отопительного сезона Да ведь, подготовка города, жилого города Ну, да, да, конечно, очень важный вопрос К отопительному сезону 15 сентября мы знаем Ну, я думаю, что с этим вопросом будет полегче Но успеет ли КТК закончить все раскопки Которые они ведут в массовом количестве И мы увидим, что в отдельных местах Трудящихся не очень много А если где есть, то покуривают иногда, часто Создает неудобство гражданам, конечно Ну, переживем и это Юрий Львович Но главный вопрос, это подготовка к зимнему периоду по уборке города То есть дорожная такая, да, история, дорожная обстановка Да Более глобальные вопросы какие-то Я правильно понимаю, что Вячеслав Николаевич И сейчас даже заниматься не будет Пока у него вот статус такой Исполняющего обязанности Ну, ему все равно придется заниматься Мы же не должны строительство в городе останавливать Надо тоже эти вопросы решать, связанные с ДСК, РТ Ну, это такие тактические вещи Масса больших глобальных вопросов Стратегически, наверное, невозможно ничего сейчас за три месяца изменить То есть надо понимать, что будет дальше, после выборов Конечно, да А, кстати, Вячеслав Николаевич, в статусе исполняющего обязанности он может Сейчас вопросы формирования команды решать Кадровые перестановки делать Конечно, может А, может, да, наделен такими полномочиями Да Может быть, посоветуйте На это он имеет право Может быть, посоветуйте Юрий Львович Я не думаю, что он сразу будет начать с шашкой махать Кого бы следовало заменить? Потому что у ваших коллег-депутатов, мы прекрасно знаем, есть там претензии по отдельным персонажам, персоналиям Ну да Есть такие вопросы Надо на чем-то, я считаю, сосредоточиться в основном и главном Потому что все решить одномоментно невозможно И я думаю, что Вячеслав Николаевич сделает правильный выбор в решении своих вопросов Слушайте, вот по настроению вчерашнему в городской думе Я имею в виду, там, да, вот разные же фракции у нас есть Позавчерашнему, наверное Позавчерашнему, да, да Позавчерашнему, 9 августа было внеочередное заседание Да, в понедельник точно Не, ну не забывайте, что заседание дума проходило в предвыборный период Фактор такой Не-не-не Серьезный Я хотела спросить Ну, то есть, вот вы, коллег, все равно же видели там, да Кто как голосует, кто что говорит Вам как кажется Нет, как они голосуют, мы не видели Как они говорят, конечно, не видели Вот, ладно, спасибо за уточнение Тайное голосование Да, 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 да Вот вам как кажется Нет, оно не является тайным голосованием Это не тайная форма голосования Это другой способ Высковерное голосование только на монитор не выводится Результат Результат А распечатки может любой получиться Вот если Вячеслав Николаевич решит Это открытое голосование было Выдвинуть свою кандидатуру уже потом на постоянной основе На этот кадровый конкурс На конкурс Как вам кажется, коллеги поддержат или не поддержат? Понятно, что депутаты обновятся Ну, я могу представить состав думы Давайте мы дождемся нового состава думы И когда они будут сами решать Это вопрос Ну, а новый состав думы, как известно Вроде как зависит от нас От избирателей От нас с вами От избирателей О том, какую мы волю проявим Мне-то казалось все-таки, что там голосование Главное, чтобы население не очень верило в популизм Который активно развивает нормальное явление В предъявленный период И все Критиковать мы, конечно, многие умеем Но не все могут предъявить то, что они сделали За предыдущие периоды Или до выборных кампаний Пускай наши избиратели будут внимательны И понимают, кто что делает И кто что говорит Говорить можно многое А вот делать, к сожалению, делают и многие Понятно Юрий Львович, не знаю, такой еще вопрос Вот хочется все-таки задать У нас достаточно большое количество людей Которые занимали пост главы администрации За последние годы сменилось Приходит человек Проходит совершенно непродолжительный, на мой взгляд, промежуток времени И все, он уже с приставкой «экс» Вот Дмитрий Валерьевич Осипов Известна ли его депутатам дальнейшая судьба? Ну вот, честно говоря, мне немножко даже грустно Как-то, что у нас новые Нет, конечно, неизвестно Неизвестно Ну, мне лично неизвестно Может, депутаты подходили, интересовались? Ну, депутаты же у нас разных есть И партии, и познания Я отношусь к тем, которые не имеют информации Хорошо, спасибо В общем Спасибо Ждем тогда, получается, финала 11 сентября Выборов Результатов, соответственно, да Выборов в Кировскую городскую думу А там уже смотрим Какой состав будет Какой будет расклад По количеству депутатов Во фракциях партийных Ну и, ну, да, мне кажется, что Октябрь месяц этого года Это достаточно такой оптимистичный вариант Когда будет объявлен конкурс На должность Главы администрации Ну, ты же прекрасно понимаешь, да Что результаты выборов Официальный подсчет Потом утверждение Раздача депутатских удостоверений Формирование фракций Выборы главы В общем, там много-много всего Навалится на осень этого года Глава города ведь тоже у нас Не только вопрос о сити-менеджере, да Главе исполнительной власти встанет Но еще и глава города С ним тоже должны будут депутаты определиться Да, напомню, что у нас не прошла пока эта штука С выборами всенародными главы города Так что депутатам седьмого уже созыва Кировской городской думы В первую очередь надо будет определяться С первым лицом среди Среди равных Среди них самих Среди равных Да, да Ну, надо сказать, что Вячеслав Симаков Юрия Львовича отпустили уже? Попрощались с ними? Я понимаю, что отпустили, да Да Накануне стало известно, что Исполняющий главы администрации Кира Вячеслав Николаевич Симаков Завел свой телеграм-канал Для журналистов, я думаю, это не стало неожиданностью Привет, я Вячеслав Симаков, кажется, так Ну да, вот я сейчас хочу подцитировать Не стало, да, для нас ведь неожиданностью? Ну, Вячеслав Николаевич очень открытый человек Да, потому что Очень контактный Я знаю, что его А, ты про другое Да, я к тому, что у нас ведь такой Был дан заряд и посыл в этом отношении С приходом в Рио губернатора Кировской области Нового Да, Нового Александра Соколова Он буквально сразу же тоже Завел свой телеграм-канал У меня сейчас там большое количество подписчиков Вот, но и Надо было Понимать и подозревать Что и новый глава администрации тоже пойдет по этому пути До этого, честно говоря, я не находил аккаунтов Вячеслава Николаевича в социальных сетях Ты вообще не находил Ты вот находил и интересовалась какой-то личной страничкой Ты знаешь, нет Вот А я пытался поискать и там, и там Но не нашел Может быть, плохо искал Я не знаю, сейчас не буду наговаривать Но так или иначе Телеграм-канал у Вячеслава Симакова появился Вот он что там накануне написал 9 августа депутатами Кировской гордумы Мне было оказано большое доверие Исполнять полномочия главы администрации нашего города Для меня это был не самый простой шаг Несмотря на то, что я занимаю должность замглавы администрации Исполнять полномочия ее главы Это совершенно другой уровень ответственности В первую очередь перед жителями Кирова Ощущая поддержку не только главы региона Но и кировчан Это, пожалуй, самое важное Только все вместе, действуя единой командой Мы сможем сделать наш город лучше Буду благодарен вам за обратную связь Пишите о том, на что, по вашему мнению Следует обратить внимание городской власти Вот у меня сейчас нет возможности посмотреть комментарии Но я думаю, что времечко найдется Если я туда загляну, то что-нибудь обязательно прочитаю Ну и число подписчиков, кстати Телеграм-канала Вячеслава Симакова Накануне я смотрел, днем было 200 200 с небольшим А сегодня уже больше тысячи подписчиков Так что делает успехи Интересно, обгонит ли он Александра Соколова или не обгонит? Там же тоже была такая история Телеграм-пространство Да-да-да-да-да-да-да Очень быстро стали пополняться Вот эти вот списки Списки тех, кто подписался Константин Сичихин с нами на связи Руководитель рабочей группы Контролю за ремонтом и содержанием дорог Константин, здравствуйте Здравствуйте Добрый день Слушайте, у нас сейчас Юрий Шлеминзон в эфире сказал Что основная и первая и главная задача Которая будет перед Вячеславом Симаковым Стоять на посту исполняющего обязанности главы администрации Это подготовка к зимнему сезону С точки зрения уборки улиц и всего остального Это так? То есть там прямо действительно что-то настолько серьезное Что вот это первое, чем надо заняться? Я, конечно, не соглашусь с Юрием Львовичем Это не настолько серьезно Есть как бы стандартный контракт Который выиграл ГДМС Недавно это было И по контракту все четко прописано Подрядчик должен выполнять Какие-то функции по городу И почему должен товарищ Симаков Сейчас бежать и сразу в это внедряться И этим заниматься Но это как-то неправильно будет У нас есть насущные проблемы Которые надо решать здесь и сейчас Это вот как раз те объекты Которые сейчас строятся в городе Надо расследить за подрядными организациями Можно сказать контролировать Чтобы они выполняли сроки реализации данных объектов К примеру, я вчера уже в чате БКД имеется в виду, да? Да, которые в рамках БКД Если мы берем именно дорожное строительство Ремонт улиц, да То я считаю, что обязательно надо заниматься теми объектами Которые ведут работу сейчас И которые надо сделать сегодня Это, например, вчера вот четко задал вопрос Уже в чате, в телеграм-канале По поводу улицы современной, улицы Ленина А вот я как раз вижу, да Не в чате, а в комментариях К первому посту, да, Симакова Ну да, можно сказать В комментариях к первому посту Но я как бы его больше чатиком уже называю Просто много комментируют Ну вопрос в том, что надо заниматься теми объектами Которые есть сейчас Которые реализуются Мы видим, что есть отставание от стоков У подрядчиков Которые занимаются перекладком сетей Тепловых сетей Это у компании Т-плюс С ними тоже надо садиться и разговаривать Почему-то идут такие задержки по срокам Надо в основном Вячеславу Симакову Заниматься насущными проблемами Которые у нас у людей вот здесь сейчас А уже потом, если его утвердят в дальнейшем Да, как я понимаю После того, как городская дума переизберется Там же заново будут утверждать Нового главы администрации Там кадровый конкурс будет, да Да, кадровый конкурс И уже тогда, если Вячеслав Симаков пройдет Кадровый конкурс А это практически будет скоро Как мы знаем, да, это уже осенью То тогда уже, если он останется И будет уже назначен главой администрации Тогда уже заниматься и другими проблемами Сейчас надо делать то, что есть на повестке Ну, если учитывать предыдущий опыт работы Вячеслава Симакова В качестве начальника теруправления По Первомайскому району То есть много лет ведь уже, да Конечно С 17-го года Возглавляет Насколько я понял Да, район Вот если сравнивать с тем, как в других районах Города дела обстоят Константин, на ваш взгляд Первомайский район, он как-то в более выгодном свете Или все, в общем-то, так же? Да, мне кажется, так же Вот честно, я не замечаю, чтобы Первомайский район Очень сильно отличался от Ленинского Либо Октярского, либо от Малавиатского Все везде одинаково Максимум, что какие-то вопросы Иногда какие-то вопросы Они решаются быстрее И Вячеслав Симаков Он один из тех руководителей Перу управления Который более открытый Более открытый к общественности Постоянно встречается Постоянно общается Постоянно присутствовал на многих мероприятиях Общественной палаты Общественности, которые в районе у него Да, вот в этом, да Это его большой плюс И надеюсь, эта история Останется и сейчас На этот короткий промежуток времени Пока он будет исполняющий обязанности Главы администрации А если заглянуть в будущее Константин, на ваш взгляд Исключен или не исключен ли Вариант, что нам будет Преподнесена совершенно какая-то Незнакомая Фигура Пока фигура, да На должность главы администрации Может быть И как это будет выглядеть вообще После того, каких комплиментов Наговорили Вячеславу Симакову Может быть, вовсе и не стоит Так загадывать и возлагать Большие надежды на Вячеслава Николаевича Но в том плане, что он надолго задержится В кресле сити-менеджера Ну, я могу предполагать На сегодняшний день Что вот так, как в РИО Главы губернатора Александра Валентиновича Соколов Предложил данную кандидатуру Да, то эта кандидатура была Каким-то образом оценена По его характеристике По его качествам По качеству работы И ему вот дан Вот этот промежуток времени Чтобы проявить себя Да, как бы Проявить себя И показать А достоин Этой должности В дальнейшем Либо не достоин Мы же с вами видим Что больших кадровых перемен В регионе Не происходит На сегодняшний день И такая же ситуация На мой взгляд Будет И в данном В данной должности Главой администрации города Если Вячеслав Симаков себя проявит То есть большие шансы Что он в дальнейшем Останется главой администрации То есть что его кандидатура Тоже будет рассматриваться Как одна из На вот этом конкурсе Который будет объявлен Я думаю да Если бы В данном Вот был бы кто-то Кто был уже бы Подобран под эту кандидатуру То мы бы этого человека Уже увидели Но с учетом того Что больших перестановок Что в правительстве региона Что в других муниципалитетах Не происходит То есть большая вероятность Что если Вячеслав Симаков Симаков себя проявит За этот короткий промежуток времени С положительной точки зрения Как глава администрации То возможно его кандидатура И останется дальше И предложено будет Уже новому составу Городской думы При этом как мы видим Он неплохо общается Со всеми партиями Его поддерживали все Его очень хорошо поддержали Кандидатуру Если мы как видим Прошло голосование недавно То его кандидатура Была поддержана Не только партией Единая Россия Но и другими партиями Ну кстати Тут партийная Эта принадлежность Тоже видимо сыграла роль Потому что когда речь Зашла в региональном правительстве Да в присутствии Временно исполняющего обязанности Соколова Руководителем Городского Или как это правильно называется Александр Чиликин Александр Чиликин Да он сказал Он упомянул Что Вячеслав Николаевич Он член Политсовета Единой России То есть вот эта вот Партийная принадлежность Она тоже прозвучала Обозначена Да ну она как бы играет Но мы с вами замечаем Что и другие партии К Вячеславу Симакова Относятся положительно Это не говорит о том Что вот только С точки зрения Партии Единая Россия Да конечно Партия поддержала Но и другие партии Вот тоже как бы Отрицательно О нем не отзывались Очень категорично Я вот с удивлением Значит человек Нашел подход и к ним Я между прочим Про себя должна сказать Я почему-то никогда Не задумывалась О партийной принадлежности Вячеслава Симакова Вообще является он Членом какой-то партии Или нет Ну то есть Меня это никогда Не интересовало Потому что Человек который занимает Должность руководителя Ну хозяйственника Да Который стоит на хозяйстве На городском Это наверное Не в первую очередь Должно интересовать В первую очередь Интересует конечно Вот та история Которая есть О которой многие говорили Организационные способности Во время голосования Да Умение наводить порядок Умение обчаса Выстраивать связи Да и так далее Заинтересованность Я вам про что Я вам про что И говорю Что вот Хорошее положительное Качество Вячеслава Симакова Это умение общаться Умение общаться Умение слышать И находить Какой-то компромисс Со многими сторонами И обществом И партиями Лишь бы не Ну и конечно Гражданами Кирова Ну в общем опять же Да мы С надеждой Взираем В будущее Мы всегда надеемся На лучшее Да Вот знаете Как бы Я даже Вот я бы убрал Этот термин Надежда Потому что Вячеслав Симакова Мы знаем давно И в должности Не только Главы ТЭР управления Да И тут Надеется Это мало сказано Тут не надо Надеется Надо просто Пусть работает Не мешать ему работать И посмотреть Как он себя проявит Но Покажет время И не хотелось бы Давать ему Больше Какого-то шанса Как мы знаете Новым чиновникам Когда к нам приезжает Кто-то С другого региона Мы им говорим Вот давайте Полгода дадим И посмотрим Но Вячеславу Чемакова И полгода Нельзя давать Он должен Сегодня Здесь и сейчас Он знает все проблемы Ему не надо Вникать в это Во все проблемы Ему надо работать Сегодня Прямо С первого дня С первого часа Не давать ему Никаких шансов На какую-то там Не знаю Изучить ситуацию Да нет Ему не надо Изучать ситуацию Он местный Он знает все проблемы Как-то это прям Слушайте Очень жестко вообще То есть Вот есть человек Чужих Чужим Чужим Мы немножко Даем поблажку Да Вжиться Привыкнуть Которым еще и главное Иди работай Хорошо относится все Иди там Иди там Иди там Сразу же А как еще Ну давайте мы сейчас Он перешел С одной должности В другую Хотя он работает В администрации Мы все знаем Что он здесь Он местный Он давно живет И он Проблемы знает Родами Кирова И он знает Все проблемы Зачем давать ему Какой-то шанс Время Еще каким-то образом Пусть идет работа Это ему Он принял такой путь И дал добро На данную должность Он должен С первого дня Идти работать И делать положительно Все для города Для кировчан Но мы надеемся Что у него все получится Мы так вот Говорим Хорошо Ярко Про Вячеслава Николаевича Так и вот Подмывает Найти какую-то Найти какую-то Червоточину Какую-то отрицательную Сторону Что где-то там Что-то не получилось Слушай, а в телеграмме Давай мы Константина Отпустим Понимаете Мы Всегда Плохое Нам нетрудно найти Есть моменты Которые в Первомайском районе Не получались И не получились Да, но В некоторых случаях Не от него зависело Был глава администрации Который либо Где-то Там идет Такая же история Связана с Перераспределением Финансирования Это Долго мы Об этом можем Говорить Пусть лучше Пока будет Положительно Отрицательно Всегда успеем сказать Успеем сказать Ну вот Например Александровский сад Есть ведь люди Которые недовольны Состоянием Александровского сада Ну наверное Я не знаю Недавно с кем-то Общались У нас в студии Прям вот Человек Не очень хорошо Высказывается Сейчас президент Даст денег На Александровский сад К юбилею Ну Александровский сад Он лучше Чем Не знаю Парку возле цирка По качеству По условиям По состоянию Парк возле цирка Запущен Конечно Сильно Ну да Давайте Сравнивать Если бы В Кучевский парк Не вложили Там более 100 миллионов рублей Он бы был В ужасном состоянии Но Такое большое Финансирование Было выделено На Кучевский парке Понятно Он выглядит Маленько по-другому Но вы пройдите Сейчас По Кучевскому парку Я недавно там был И Не знаю Он зарос Он зарос травой Там трава Это вопрос опять К руководителю ТЭР управления Но по крайней мере В Александровском парке Я такой травы не видел Была по колено Спасибо Читаю комментарии Кстати под этим первым постом Тут Ливневки например Советуют Вячеславу Николаевичу Сразу же Сразу же ЖКХ Горячая вода Как бы Это все Чем ему сейчас Надо заниматься А не откладывать На потом Понятно Спасибо Лишь бы не случилось Поработав неделю Человек понял Что не Ах ты чересчур Много всего Спасибо большое Константину Сечехину Руководителю Работного По контролю за ремонтом И содержанием дорог Мы через полторы минуты Убегаем на рекламу Я думаю Что пока Наверное Смысла нет Набирать следующего спикера Уже после рекламы Мы это сделаем Нашли комментарии Могу Могу Почитать комментарии Под первым постом В телеграм-канале Вячеслава Симакова Ну Многие конечно Поздравляют его С этим С этим назначением С одобрением Причем Поздравления Как такие Продолжительные Мне кажется это надо Не Вячеслава Николаевича Поздравлять А горожан Или горожан Поздравлять Поздравления Причем такие Либо много там слов Либо всего лишь Несколько слов Вот например Кто-то написал Держись Запятая Мужик Держись мужик Успехов Вячеслав Николаевич Очень за вас рады Поздравляю Непростое вам досталось Хозяйство Дальше следует Череда пожеланий Чем следует Заняться Например Скоро осень Много будет проблем В городе Парковка на газонах Грязные детские площадки Машины Которые своими колесами Все это перемалывают Пешеходы Родители Велосипедисты Самокатчики Колясочники Нуждаются в тотальном изменении Отношения к безбарьерной среде В общем такой Поток бесконечный Тут уже Городских проблем Николаевич Николаевич Это все читает И думает Оставаться Долго На этом посту И еще Более Упоминает Один из комментаторов Ужасные городские заборы Серые Да серые видимо Которые стоят Тотально везде Тут я боюсь У Вячеслава Николаевича Руки связаны По новым ГОСТам Заборы не нужны Не нужны Уверяет комментатор Если существует Газон Один метр И более Видимо От проезжей части Но у нас Это вообще Никого не волнует И заборы Ставятся Везде В общем поток 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 Городских проблем У кого что болит Тот о том и говорит Как принято На рекламу убегаем Вернемся Продолжим Про городские проблемы Продолжаем Нашу передачу О новом Исполняющем Обязанности Главе администрации Города Кирова Мы сегодня говорим Вячеслав Семаков Со вчерашнего дня Решением Гордумы 9 августа У нас Возглавляет Городскую администрацию Мы уже беседуем С нашими экспертами Гостями Ну по крайней мере В этой должности Сходимся В этом мнении До октября месяца До проведения Нового конкурса На должность Главы администрации Вячеслав Николаевич Будет занимать Этот пост Верните горячую воду В краны Жителей Юго-Западного региона Каждый год На протяжении многих лет КТК отключает Горячую воду На несколько месяцев И этот год Не стал исключением Это я продолжаю читать Наказы Наказы Это уже получается Наказы от жителей Новому главе администрации Денис Ерохин К нам присоединяется Депутат Кировской городской думы Денис, здравствуйте Добрый день Денис, слушайте Вот у нас сейчас Эфир такой получается Чересчур хвалебный Что ли Я бы даже так сказала То есть Вячеслав Николаевич Человек, которого мы знаем Которого мы уважаем И от многих гостей В этой студии Слышали про него Добрые слова Вот эти надежды Которые на него возлагаются Они оправдаются Или нет На ваш взгляд Ну то, что он не волшебник И не решит все вопросы В городе Это очевидно Второе Я убежден Что эта история Ненадолго Это просто Посторожить место Потому что За неимением Никого Я думаю Что Он все-таки Из замов Главы администрации Он все-таки Самый вменяемый На мой взгляд Ну По крайней мере Тот человек Который Будучи главой Территориального управления Делает Обходы Смотрит Пытается Что-то Как бы решать Конечно Далеко не все Это У него получается И я бы не сказал Что Как Там Не знаю Первомайский район Ну как В принципе И в целом У нас город Там идеально Прибранный Или убранный Или там Нет каких-то проблем Ну Взять Вот Адже Не знаю Там Немного Слышал Вашего эфира Взять Адже Александровский Парк Ну Вы знаете В таком состоянии Наверное Он не был Наверное Никогда Да То есть Эти дороги Которые там Зароши Абсолютно То есть Там И так далее И тому подобное Это как раз Территория Первомайского района Ну Наверное Тут не все От него зависит И Просто Будучи Там Скажем Подневольным Чиновником И когда Главы Администрации Которые у нас Приходят Заканчивают Исключительно Уголовными Делами Ну То что Касается Осипова Это Я так понимаю Основная причина Бывает То что У него Брат попался Там Ну Или родственник Как Правильно Как пишут Средства Массовой информации При продаже Муниципального Помещения Центрального рынка Попался Попался на взятки Хотя я За Неделю До этого Прямо на думе Об этом говорил Что они там делают Но видимо Даже это их не остановило Видимо Жадность Все таки Побеждает Взять Шульгина Которого Мы просто Сначала Надеялись Что какие-то Изменения у нас Положительные Будут Тоже закончилось Уголовным делом Я Просто Ему Хочу пожелать Одного Чтобы У него не закончилось Так же Как у всех Остальных Вот Чтобы у него Не закончилось Уголовным делом И чтобы он То время Которое ему Отмеряют На этом посту Чтобы он Действительно Принес Какую-то Пользу Городу В силах Своих Возможностей Знания Умений И чтобы По крайней мере Ему Несить Вот это На мой взгляд Как бы важно Учитывая то Что Делается В последнее Время В администрации Денис Вы сказали Да Вы сказали Посторожить место А если Развивать мысль Что это значит Посторожить место Для кого Я не верю Не верю Что его Остает Потому что Я думаю Что Все приезжие У нас Чиновники Они как правило Привозят На эти Должности Кого-то Своих Будь это Васильев Который там Который появился Шульгин Будь это Нынешний Как бы В Рио Наверняка Как бы Будет Какой-то другой То есть Я думаю Что он конечно Останется Наверное В администрации Потому что Ну Вот Если честно Исходя из всех Как бы Чиновников Которые Вот Там есть Различные Да Вот эти Замы Которые Там Даже Фамилии У большинства Кировчан Наверное Не на слуху Да Потому что От них Нет никакой Пользы И толку И Естественно Их Как бы Их не слышно И не видно Да То есть Они просто Получают Зарплату Из Нашего Бюджета Вот Все-таки Симаков Из них Все-таки Он как бы Отличается Хотя бы Своей какой-то Народностью И каким-то Старанием То что Получается Не получается Ну по крайней мере Старание Это не очевидно Он достаточно быстро Реагирует На обращения То есть Какие-то Допустим Там То что касается Его компетенции По району Да Какие-то Замечания То есть Он Ну как-то Откликает Да Вот Ему просто Даже не надо Писать какие-то Запросы А просто Даже Вот посылаешь Там Ватсапе Какое-то Сообщение Там То-то 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 И Как-то Это все Оперативно Он вникает В проблему И как-то Уже там Шлет Какие-то Фотографии Которые уже Там Уже сделаны Сделаны Или Да Ну Конечно Это здорово Как бы Но это же Ручное управление Ручное управление Получается А разве Разве Главатер управления Не так и должен Работать Ну Город Это и есть Ручное управление Это же не какая-то Политика Которую пытаются Все тут поделить На какие-то Политические Там Член какой-то Партии Это просто Самое Что ни на есть Завхоз Который В принципе Есть в любом Там Не знаю Учреждении В организации Какой-то Где он Как бы Необходим Да То есть Это именно Не про какую Политику Это про дороги Про тротуары Про ливневки Про озеленение Про какие-то проблемы Зимой Про уборку И так далее Да То есть Это самая Время я разберусь Да Там я вникну Ну Блин Ему Вот это время Как раз Не надо Он знает Больше нас Где чего Как бы О проблемах В городе Да О проблемах В городе Поэтому Это конечно плюс Но то что Я за то Чтобы он В любом случае Оставался Там Будь он Замом Там По Городскому Хозяйству Там Или еще Кто-то Ну Вот он Как бы Вот В этой должности Наверное Он Его Я думаю Что Оставят Насчет Главы администрации Не знаю Посмотрим Но мне кажется Нет Потому что Ну там Наверняка Кого-то Привезут Потому что Ну В моем Понимании Бюджет Города Он В принципе Никаким Прежим Губернатором Ну Вряд ли Он там Прямо Вот Они его Оставят Без своего Какого-то Контроля Там Без своего Какого-то Без пригляда Без пригляда Без пригляда Да Поэтому Слушайте Да Денис А вот Как тогда Будет выглядеть Александр Соколов Он же тоже Сказал Что Вячеслав Николаевич Такой Молодец Значит Местный Вникает Его могут Оставить Первым замом Его могут Еще кем-то То есть Его зам Главы администрации То есть Он Как чиновник Поверьте Из всех Территориальных Управлений Ну Он Знаете Как вот Ну Не знаю Как вот Ну Достаточно Сильно Выделяется И как бы Ну Заметный Заметный Да Вот тем Насколько Он открыт Как бы Они Ну Как бы Мне кажется День прошелся И слава богу То есть Как бы Я слышу Поэтому Ну От этого И как бы Состояние города Вы посмотрите Даже в центре Ну Я Честно говоря Всегда Задавался вопросом Что делают Теры Ну Давайте По Ленинскому Как бы Району Проедем Вот Ну Просто Это же беда Просто Там вот Ну Столько Всяких Проблем Которые В принципе Не требуют Каких-то Глобальных Денег А вот Требуют Просто Внимания И какого-то Какого-то Решения Ну понятно Что-то Это финансовый Но тем не менее Это не какие-то Значительные суммы Вот Первомайский район Еще раз Повторю Что он Далеко не идеальный Как у нас В принципе По ухоженности Но Тем не менее По крайней мере Там Не знаю Может быть Он Как-то Здесь что-то Поменяет Ну мне кажется Я считаю Что Какие-то Глобальных Изменений Не будет Потому что Все равно Так или иначе Он будет Смотреть на Область И Какие-то Резкие движения Вряд ли Он там Будет Шашкой Махать И что-то Там Менять И как бы Вникать В какие-то Там Не знаю Городские Вот прямо-таки Сложные проблемы Денис Спасибо Спасибо Ну тут Загадывать Не слишком Конечно Благодарное дело В общем Надо будет Судить по делам Конкретно Что будет Меняться И будет ли Меняться Спасибо Депутаты Кировской Городской думы Благодарим Отпускаем Я не знаю Попробуйте Пожалуйста Звукорежиссеру Говорю Набрать нам Григория Францева Руководителя Представителя Федерации Велоспорта Знаем просто Что Григорий Тоже с Вячеславом Николаевичем Общались Именно Вот По Тем проектам Которые делала Наша Белая федерация Белошкола Еще что-то Потому что От общественников Тоже есть Определенное Количество Отзывов Можете Уводить Телефон Наш уважаемый Звукорежиссер А он Нас не слышал Звукорежиссер Уводите Наш телефон Да Буквально Пара минут Остается Не знаю Успеем Не успеем Набрать Еще одного Нашего Собеседника Ну ты знаешь Аня Мне тут Почему-то Вспомнилась Фигура Геннадия Ивановича Плехова Одного Из старожилов Муниципальной Службы В нашем городе Долгое время Сейчас если не ошибаюсь На заслуженном отдыхе Геннадий Иванович Находится Ну вот был по-моему Да не по-моему А точно Был он период В истории города Кирова Когда его на исполняющего Обязанности Сюда дергали Что называется Было дело Да Были там тоже Какие-то смутные времена Интересные Но он потом благополучно Вернулся В Нововецкое Терруправление И тут я Что-то мне подсказывает Что может Тоже Такая же история Тут повторится Когда Вячеслав Николаевич Просто-напросто Спокойно вернется В кресло начальника Терруправления По Первомайскому району Администрации Города Кирова Ну не знаю Это опять же догадки Какие-то загадывания И как на самом деле Будет ситуация развиваться Тут Никто не знает Сложно предположить Хотя если рассматривать Вот этот вариант С приходом вообще Абсолютного Абсолютно нового Кандидата На должность Главы администрации Города Кирова Не из Кирова Времени-то не остается Практически Чтобы с ним познакомиться Каким-то образом Пока ведь у нас тут Никого не выводят В общественные паблики Нет Никого нет Но там еще Смотри какая история Я не знаю Я с большим уважением Отношусь к Вячеславу Николаевичу И мне очень не хотелось Чтобы его в этом смысле Использовали Меня вот эта история С тем Что убирают Непопулярного чиновника Из администрации За месяц до выборов И ставят Самого популярного Известного в городе Которого горожане узнают И это такой вот Просто Шаг хороший Ну наконец-то Наконец-то Начальником поставили Хоть кого-то Разбирающегося Нашего Вот И это безусловно Играет Как бы Ну добавляет плюсиков В копилку Тем людям Которые так решили Мне кажется Что твои соображения По этому поводу Да Они не лишены Логики Соотносятся с реальными Не было возможности Поступить по-другому То есть действительно Надо было Отправить Дмитрия Осипова С этого поста Потому что я не знаю С какими формулировками Потому что депутаты Конечно В городской думе Возмущались Что по собственному желанию Предлагали там По утрате доверия Даже Дмитрия Валерьевича Из администрации Удалить Вот Но Может совпало Может другого выхода Не было Надо было так поступать И нужен был срочно Там человек Разбирающийся Понимающий Как раз время Перед выборами Плюс отопительный сезон Начинается Действительно Дорожный сезон Вот этот Заканчивается Зимний сезон Надвигается Надо было кого-то Кто разбирается Может быть совпало А может быть и нет Может быть Так ладно Нам на большую паузу Нам надо уходить Но вот меня сейчас Успокаивает И радует Тот факт Что мы с Вячеславом Николаевичем Давно лично знакомы И все наше общение До этого было Достаточно позитивным Продуктивным И свободным И свободным Вопросы есть Мы сразу их задаем Вячеславу Николаевичу И очень хочется надеяться Что так продолжится Так и будет впредь Через 15 минут Вернемся в эту студию Пока тематические программы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok